всем добрый день вы на канале клумба 7 в этом видео 15 сортов роз близких по окраске голубому цвету первого роза сорт очень узнаваемый популярный многим известный love song это роза относится группе флорибунта в наших условиях у нас 3 климатическая зона кировская область роза вырастает максимум сантиметров 70 80 в ширину сантиметров 50 60 прочные жесткие побеги среднее количество шипов цветок довольно крупный в полном распуске до 12 сантиметров довольно стойкий конечно раз на особенность этого сорта это очень оригинальный красивый цвет цвет действительно особенно при цветании имеет голубоватый оттенок хотя в начале распуска присутствуют все-таки лиловые оттенки стойкость цветка хорошая в среднем 7-8 дней на прямом солнце сорт имеет хороший устойчивость заболеваниям прекрасную зимостойкость особенно в наших условиях и довольно хороший приятный но средний аромат еще одна роза очень близко по цвету главсонг это голубой шторм роза относится японским розам у меня пока не большой кустик посадка этого года но уже в первый год роза мне очень понравилось она у нас цвела две волны с минимальным перерывом цветов появлялось много небольшая соцветия по 35 цветочков цветок по размеру по форме и покраску очень схож слов сонг примерно такая же стойкость зацветают одно и то же время и имеет подобные характеристики еще одна роза это сандра ренессанс это роза относится к шрабам высоту до полутора метров прекрасно подойдет на задний план главсонгу цветок имеет такой же оттенок такой же размер примерно полном роспуске до 12 даже 13 14 сантиметров махровый иногда может показать серединку но не всегда имеет прекрасную устойчивость к заболеваниям и прекрасную зимостойкость еще одна роза это индигалета роза относится группе плетистых роз высота в наших условиях где-то метр семьдесят метр восемьдесят цветок тоже крупных полном распуске до 14 сантиметров лилово-голубого цвета причем голубой цвет больше проявляется при отцветании стойкость прекрасная роза имеет довольно хороший устойчивость заболеваниям и зимует у нас без проблем еще одна роза это на валис кустик где-то метр сорок ширину 70 80 цветут довольно обильно крупный цветок в полном роспуске до 12 сантиметров цветет обильно повторно наших условиях это две волны нежный цвет лилово-голубой причем со временем на прямом солнце лиловый оттенок полностью пропадает и остается голубой цветок еще одна роза это наутика по цвету она идентична сорту на валис тоже немножечко лилово-голубой оттенок в начале цветения потом лиловый оттенок полностью пропадает и остается голубой это уменьшена копия на валис такая миниатюрная розочка высоту максимум сантиметров 50 60 цветок тоже не очень крупный в полном распуске до 7 8 сантиметров еще одна роза это шарль де голь роза относится группе чайно-гибридных роз имеет довольно крупный цветок в полном распуске до 14 сантиметров в начале распуска это розово-лиловый со временем выгорает и проявляют уже розово-голубые оттенки стойкость цветка довольно хорошая также зимостойкость к заболеваниям имеет хорошую устойчивость хороший сорт прекрасно показывает себя в наших условиях еще одна роза тоже сорт относительно новый это pacific blue роза относится группе чайно-гибридных роз цветок крупный в полном распуске до 14 сантиметров нежно-лилово-голубого цвета причем голубой цвет также проявляется больше при отцветании имеет прекрасную стойкость на прямом солнце в среднем 7-8 дней дождем не портится цветок не загнивает и еще одна роза это blue moon роза относится группе чайно-гибридных роз цветок крупный в полном распуске до 14 сантиметров махровый иногда показывает серединку высокий куст где-то метр двадцать метр тридцать этому кусту уже несколько лет ему 45 но вот до сих пор она не так обильно цветет и кустик довольно голый я думаю это роза больше подходит для южных регионов чем для севера еще одна роза это голубой нил тоже относится группе чайно-гибридных роз имеет очень крупный цветок полном распуске до 15-16 сантиметров цветок махровый иногда может показывать серединку нежно-лилово-голубого цвета также при отцветании голубой оттенок проявляется сильнее тоже куст довольно высокий уже до полутора метров обильно цветет но снизу немножечко лысоват поэтому перед ним необходимо садить более низкорослые сорта которые прикрывали голые побеги еще одна роза это кутюр роз стиле это японский сорт очень интересный цветок лавандово-голубой голубой цвет проявляется в начале со временем на прямом солнце проявляются уже небольшие козоватые оттенки хотя в начале цветения это чисто голубой цвет роз имеет очень необычный по форме цветок куст больше вертикальный он не раскидистый цветет в основном наверху довольно тоненькие побеги цветов не такое большое количество но это особенности этого сорта еще одна роза это в любой раз относится группе шрабы кустовые розы в наших условиях кустик где-то метр двадцать метр тридцать цветок начале распуска имеет больше розоватых оттенков при отцветании проявляется голубой цвет цветет довольно обильно две волны имеет средний аромат хорошую устойчивость заболеваниям и прекрасную зимостойкость еще одна роза это 7 морей роза относится группе флорибунда очень красивый цветок полном распуске до 10 11 сантиметров распускается медленно вначале распуска это чисто голубой цвет который со временем напрямую солнце особенно края лепестков окрашиваются в розоватые цвета розы также имеют хорошую устойчивость заболевания прекрасные зимовки и средний аромат еще одна роза небольшой костик посадка этого года это роза lavender ice она прекрасно подойдет в посадку месяц love song имеет точно такой же оттенок цветок полном распуске до 10 сантиметров но более компактная форма куста если у вас остались вопросы по этим сортам пишите если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем пока